Всем привет! Меня зовут Марк и вы смотрите заводной powerpoint. Сегодня мы научимся работать с фигурами на премьере нераскрывшихся колец из олимпийских игр в Сочи. Итак, вот вы видите изображение, которое нам предстоит сделать. Олимпийские кольца с одним нераскрывшимся. И как мы это можем сделать? На самом деле все очень просто. Мы это можем сделать с помощью фигур. Давайте откроем следующий слайд. Зайдем во вставку, фигуры. И здесь, как вы видите, их очень много. Что нам понадобится? Нам понадобятся в первую очередь круги. Вот такой круг мы нарисуем типичный. И также нам понадобится какая-нибудь резная фигура со множеством углов. Давайте вставим что-нибудь подобное. Например, вставим какой-нибудь двенадцати угольник или даже шестнадцати угольник вставим. Вот такого формата. Теперь, что мы с ними будем делать? Мы сначала воспроизведем все наши кольца. Мы сделаем фон такой темный. Теперь фигуры мы у них удалим у всех заливку. У этой в частности. И сделаем контур белым и чуть толще. Теперь немножко увеличим это кольцо. И, в принципе, осталось делать техники. Нужно продублировать все эти пять колец и поставить их более-менее ровно. Это нам помогут сделать смарт-направляющие, о которых мы уже говорили. Немножко можно тут настроить расстояние, как они пересекаются между собой. Практически уже все готово. Теперь смарт-направляющие нам будут помогать выстраивать эти кольца одинаковые. И осталось пятое кольцо. И вот оно встало. Практически все одинаково. Может где-то есть маленькое-маленькое отклонение. Группируем. Делаем все по центру. Посередине. И также можем добавить подсветку. Зайдем в формат фигуры. В эффекты. И вот у нас подсветка. Это, наверное, единственный пример, когда она действительно помогает. Когда это не декорация, а действительно хороший вариант оформления. Делаем ее белой. И вот у нас кольца теперь светятся. И остался последний момент. Нам нужно сделать нераскрывшееся кольцо. Мы можем формат скопировать. Делаем формат по образцу. И у нас теперь вот наше нераскрывшееся кольцо такое же. Мы его ставим по центру. Убираем предыдущее кольцо. И можем ставить еще такую же фигурку, чуть поменьше, вовнутрь. Вот тоже ее по центруем. Теперь нам обеим этим фигурам нужно добавить свечение также абсолютно. Добавляем. Здесь можем использовать формат по образцу. И вот у нас две получаются. Можем еще добавить круг белый, скажем, вовнутрь. Маленький-маленький. И получится как раз то нераскрывшееся кольцо, которое у нас было. И вот что получается. Если посмотрим, можно еще добавить свечение. Тогда получится вообще идеально. Вот, готово. Почти так же. Вот как можно использовать фигуры, на самом деле, для создания, в принципе, любых графических объектов. Итак, сегодня мы с вами узнали, как правильно работать с фигурами. И поняли, что на самом деле можно воспроизвести любой объект прямо в Powerpoint. Если вы хотите научиться делать крутые презентации, подписывайтесь на наш канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok